Делегация со святой горы Афон, где по преданию могут находиться только мужчины, небольшая. Три монаха до пятер православных греков, возглавляемые настоятелем Андреевского скита, прибыли в единственный женский монастырь республики. Литургию отслужили на греческом. В конце службы архимандрит Ефрем обратился с проповедью, которая по большому счету предназначена не прихожанам, а насельницам. Ведь жизнь в монастыре у них трудная, а порой даже суровая. Мы ведь здесь только учимся. Мы такие монахи начальные, и в их меру, возможно, мы никогда не войдем, потому что они действительно духовные люди, высокодуховные люди. Поэтому для нас это очень важно. И я очень рада, что пришло столько людей. Монахи с Афона прибыли в наши края неспроста. В конце XIX века на Святую гору из Иркутска приезжал известный меценат Иннокентий Сибиряков. Там он принял постриг и до самой кончины усердно молился, продолжая жертвовать немалые деньги на строительство соборов. Останки с кемонаха Иннокентия бережно хранятся как раз в том скиту, на Афоне, откуда и приехали гости. Основная цель прибытия отцов с Афона – это то, чтобы посмотреть, походить своими ногами там, где святитель Иннокентий Иркутский находился, в том числе и в Забайкалье. И увидеть места, где родился и вырос их благотворитель уже в скорости святой Иннокентий Сибиряков. Визит греческих монахов в республику – уже второе религиозно-историческое событие. Недавно монастырь в Батурино обзавелся долгожданной иконой Иннокентия Иркутского, которая подает чудесные знаки. На троицу иконы Иннокентия Иркутского замироточила. Первой это заметила послушница и подумала, что...